Здравствуйте! Программа в центре внимания. В эфире в студии Яна Лисовая. Сегодня говорим о спорте. Итак, у нас в гостях главный тренер областной федерации тайского бокса Михаил Еремеев и Александр Гринчук, спортсмен этой же федерации. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу объясним зрителям, почему мы здесь сегодня собрались. Дело в том, что не так давно Александр Гринчук вместе с тренером вернулись с соревнований. Это турнир ACB. Для нас это что-то новенькое. Такого мы еще не слышали. Вот об этом сегодня и поговорим. Но что такое ACB? Что это за турнир? Какого уровня, чтобы мы имели представление? Я думаю, этот вопрос должен тренер ответить. ACB – это одна из основных либ мира. ACB – кикбоксинг в данном случае. Самый основной промоушен. Нам поступили предложения. Руководители нашей федерации приняли. В данном случае Александра пригласили. Мы приняли это предложение и поехали на этот турнир. ACB – это престижный турнир, да? ACB – да, очень престижный. ACB – это один из основных турниров мира профессионального кикбоксинга. Поэтому не раздумывая, приняли это предложение. ACB – я так понимаю, попасть туда тоже непросто. Они отбирают сами спортсменов или выставляют заявки какие-то? ACB – да, они сами смотрят в мониторе спортсменов за заслуги. Вот Александр проводил успешные свои бои на Татнефте. Выиграл пояса СНГ, битвы чемпионов. В совокупности этого пригласили. Поступило предложение. И вот согласились. ACB – ну, Саш, мне кажется, этот турнир уже не какая-то такая планка, которую нельзя было перешагнуть, так скажем. Быстро согласился или были какие-то опасения, что турнир такого уровня? ACB – естественно, согласились очень быстро, потому что выступать на данном турнире на таком уровне – это, во-первых, уже большая честь и на самом деле очень престижно. Поэтому мы согласились и сразу же начали подготовку. ACB – хорошо, долго ли длилась подготовка? И вот из чего она состояла? ACB – подготовка началась как стандартная ситуация за два месяца до боя. Единственные сложности были в том, что изначально был один соперник и по габаритам, и по весу, и по своей манере боя. ACB – но потом, буквально за три недели до боя соперника поменяли, потому что данный мой первый оппонент травмировался, соперника поменяли и пришлось уже автоматически перестраиваться под другого соперника. ACB – это сложно в спорте сделать, я так понимаю, просто чтобы, опять же, понимать, насколько тщательно шла подготовка? ACB – да. ACB – сложно? ACB – да, это сложно, конечно же, сделать, потому что приходится полностью меняться под соперника. То есть, если раньше проведена была работа определенная, и потом меняется соперник абсолютно, меняется стиль ведения боя у него же, да, у другой. И вам приходится, вот мы с тренером, нам пришлось полностью поменять подготовку. ACB – вообще, по подготовке, да, получилось так, что не совсем выпало в план. Александр уехал в Москву за две недели. Как хотели подготовиться, не получилось, поэтому было в очень таком нестандартном режиме. Но отдать Александру должен, он с этим справился и провел замечательный бой. ACB – ну вот турнир проходил в Пскове. Насколько дорога, да, влияет на спортсменов? Потому что понятно, что прямых рейсов до туда из Благовещенска нет. Вот эти перелеты, ожидания, смена часовых поясов, насколько это сложно для адаптации? ACB – ну, на самом деле, не так сложно было. Уже, знаете, было, наверное, все равно. Уже ехали настроенные именно на бой, именно на победу, чтобы выполнить все поставленные цели. Поэтому уже на это внимание время не обращаешь. ACB – кто был соперником? Бибулат Исаев. Что это за… Насколько он титулованный, да, и насколько он сильный оппонент? ACB – ну, мой оппонент – это достаточно такая известная личность, как в России, в принципе, так и в мире. Это чемпион мира среди профессионалов. ACB – достаточно серьезный соперник. И бой у нас длился все три раунда. Я бы даже сказал, бой равный был. ACB – ну, просто получилось переломить в третьем раунде ход событий. И уже, так сказать, есть такое выражение – подмять соперника под себя. ACB – ну, вот тренер наблюдал все это возле ринга, да. Насколько страсти кипели? ACB – страсти кипели нешуточные. ACB – потому что даже благовечно-то смотрели трансляцию, да, была прямая трансляция? ACB – сорвал я голос. ACB – эмоций было куча. ACB – это не передано, по телевизору все равно это все-таки не эмоции. ACB – верили в Александра, наверняка знали. ACB – конечно, до конца верил, да. ACB – получится подмять, да, как вы говорите, под себя соперника. ACB – боец, Саша – боец, молодец. ACB – вот какие сложности были на ринге, Саш, самое главное? ACB – понятно, что пришлось экстренно подстраиваться, да, под оппонента, под противника. ACB – что было сложным? ACB – может быть, у него какая-то тактика особая, которую, да, они подрассчитали? ACB – или все было четко спланировано? ACB – сложностей особых в ринге не было, единственная, еще раз говорю, сложность была, что по определенным обстоятельствам получилось так, что тренировочный лагерь прошел не полностью из-за смены часовых поясов и т.д. и т.д. и т.д. и нам уже с тренером пришлось, грубо говоря, удаленно друг от друга готовиться, действительно прямо, ну, находясь в спортзале, и звоню тренеру там по видеовызову, и он уже смотрит и как-то подсказывает и все это. И первый раунд было сложно на самом деле именно построиться по данному сопернику, то есть посмотреть, как он работает, что он делает, а потом уже потихоньку начали наращивать темп и довели дело до конца. – Как реагировали на турнире? Потому что понятно, что турнир крупный, да, команда из Благовещенска наверняка часто встречались с тем, что, ну, многие как минимум не понимают, где это, да, и, ребят, откуда вы приехали, вот что-то из этой серии. Ну, вы уже прославили, да, иду, так думаю, федерацию областную тайского бокса. Насколько уже вас знали и ждали вот такого? – Я тоже хотел тебе сказать, что, да, нас уже знали, наш клуб знает машины везде, благодаря нашей работы. У нас от руководителя, от тренерского, от спортсмена все стараются, отдаются этому дело полностью, и там все это знают прекрасно, поэтому нас встречали очень тепло, хорошо. И Александр уже знает, как спортсмены, как бойца. – То есть уже не надо пробивать всю дорогу, в принципе, она пробита, да, я так понимаю? – Ну, нет, все равно, как бы, нужно же подтверждать постоянно, да, статус. Где-то совершишь оплошность или проехать, потихоньку стало лучше забывать, поэтому все равно нужно постоянно находиться в таком импульсивном состоянии и пролоббировать себе дальше дорогу. – Ну, вот что дала победа в этом турнире? Понятно, что каждый турнир – это не просто, там, бой, да, это какая-то определенная дорожка, ну, в будущее, счастливая, скажем так. – Я могу сказать так, что данная победа, данный бой, во-первых, это был, знаете, такой первый шаг, чтобы войти в данную промоушен CBT Boxing. Я уверен, что мы прошли этот шаг успешно, и, ну, для дальнейших уже достижений поставленных целей, которые поставило руководство клуба, тренерский состав, мы сделали очень огромный шаг и будем двигаться дальше в этом направлении. – То есть, я так понимаю, что теперь вас будут постоянно звать участвовать в турниры ICB, да, или нет? – Ну, на самом деле, да, мы зашли в этот промоушен и дальше уже, я думаю, будет, будем движение и в этом направлении, и в другом направлении, вообще планы и цели поставлены. – Будем их решать. – Ну, а планами поделитесь? Что дальше? Сейчас этот турнир, что будет дальше? – Дальше все увидите, ему все время, все работа идет, косо договариваются, там, при поступлении очень много предложений, поэтому дальше все будет со временем, все узнаете, все увидите. – Хорошо, а сейчас есть время выдохнуть, да, и какой-то перерыв или нет, или в спорте такого не бывает, что ты как-то, да, хотя бы на время… – Сейчас буквально небольшой перерыв, и опять будем продолжать готовиться, мы постоянно находимся, ну, в какой-то готовности, в какой-то готовности, потому что, да, как сказал тренер, у нас постоянно предложения есть, просто мы, ну, не на все, как бы, как говорится, не будем кидаться, как собаки на кости, да, на все предложения, поэтому, опять же, с руководством, с тренерским составом каждое предложение мы осматриваем, собираемся, обсуждаем, и уже делаем какой-то выбор, который более для нас, ну, престижен и важен. – То есть сейчас наша команда, наша, я имею в виду, областная, да, команда, в принципе, находится на таком уровне, наверное, как и другие ведущие, да, клубы по России, вот к чему я веду. Это так и есть? То есть если у вас много предложений? – Клуб «Машина» сейчас действительно находится на высоком уровне, благодаря президенту федерации, Башенкина Андрея Юрьевича, он постоянно проводит переговоры, ездит в рабочие командировки, постоянно старается, чтобы именно наше знамя, да, и клуб «Машина» выходила даже не на всероссийский уровень, я уже бы сказал, на мировые. – Хорошо, а сколько часов в день тренируетесь, чтобы мы понимали, на сколько? – Стандартная тренировка – два часа. – Каждый день? – Ну, сейчас не каждый день, а каждый день мы тренируемся, когда идет уже конкретно подготовка к определенному бою или к определенному соревнованию. – Все зависит от турнира, если это любительское, профессиональное, если… Вообще, по идее, два раза в день готовимся, а потом уже ближе к турниру снижаем нагрузки, чтобы восстановился организм. – То есть нет такого, что вы тренируетесь по шаблону, да, этот турнир там определенный… – Нет, 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 под каждый турнир готовим свою определенную подготовку, если условия позволяют у себя на базе, готовимся в зале, если нет, но всякие бывают ситуации, то отдаленно, поэтому всякое бывает. Готовимся под каждого бойца, под каждый турнир по-разному, вообще всегда. – Нет, нет, то есть у нас стандартный такой какой-то там, как вы правильно подметили, шаблоны… шаблонных тренировок и все. Пообсуждаем планы тренировки и все, и начинаем готовиться. Где-то что-то и идет правильно, хорошо, где-то нет, стараемся менять уже тактику тренировок. – Ну, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Спасибо вам большое, что нашли время среди тренировочных процессов прийти к нам в студию. Ну и желаем, конечно же, вам дальнейших спортивных удач. Я напоминаю, что сегодня на студии в гостях был главный тренер областной федерации тайского бокса Михаил Еремеев и спортсмен этой федерации Александр Горенчук. Спасибо за внимание, до новых встреч!